Продолжим. Та же самая статья номер 24. Права судебного эксперта. Однако пункт уже будет второй. Часть 2 вернее. Пункт 3. Эксперт вправе. Судебный эксперт вправе. Давать заключение в пределах своей компетенции по вопросам, не поставленным в постановлении или определении о назначении судебной экспертизы, но имеющем отношение к предмету экспертного исследования. Вот точка. То есть, в принципе, разработчики нашего закона, вернее, не наши разработчики нашего закона, не любят называть белое белым, зеленое зеленым, желтое желтым, черное черным. Они любят называть белое светлым, черное темнеющим, а мягкое пушистым. Вот у них вот не могут они нормально назвать слово, ну термин или действие эксперта, которое все мы знаем, которое во всех учебниках прописано, которое называется экспертной инициативой, не могут они этот термин назвать прямым текстом. Почему они начинают этот термин, экспертной инициативой, пытаться вот такими вот клубками водянистыми расписывать, вот из строчки в строчку растягивать этот термин, тем самым замыливая всем нам с вами глаза. Предложение очень простое. Начните, пожалуйста, этот свой пункт 3, статьи 24, следующим образом. В порядке экспертной инициативы эксперт вправе давать заключение по вопросам, не поставленным в определение назначения судебной экспертизы. И все. Утвердите, зафиксируйте слово, понятие экспертной инициативы в законе, чтобы люди могли нормально им пользоваться. Сейчас у нас в нашей стране такая ситуация, то есть начинаешь активничать, тебя начинают дрючить. А почему тебя начинают дрючить? А потому что экспертной инициативы до сих пор в российском законодательстве отсутствуют. В учебниках она присутствует. В каких-то вот маленьких книжках методических, типа бурзилки, тоже присутствует. Но когда ты это сделаешь, ты огребешься. Вот и все. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Переходим к следующей статье.